Рэйми, Самбери и Фрэш 25 По социальной программе его можно купить за 110-108 рублей за килограмм, по-моему, неплохая цена, за продукт отличного качества Соглашение о сотрудничестве между рыбохозяйственными компаниями и предприятиями торговли подписали в четверг, 1 ноября По инициативе главы региона, который уже применял подобную тактику продовольственной безопасности и доступности рыбы в Амурской области В Приморье документ подписали 3 дальневосточные торговые сети, 3 крупных рыбных перевалочных порта и 12 дальневосточных рыбопромысловых и перерабатывающих компаний Они заключили соглашение о снижении розничной цены на самые популярные виды замороженной рыбы Снижение на отдельной категории продукции составило от 15 до 30% Действует соглашение бессрочно Мы запускаем большой проект «Приморская рыба» Бессловно, это даст возможность видеть в тех магазинах, кто вошел в соглашение «Приморскую рыбу» по доступной цене Это те рыбы массового потребления, которые сегодня нужны, особенно населению с низким уровнем дохода Заметить в магазинах рыбу и рыбную продукцию можно издалека Она маркирована яркими указателями Это делается в том числе и для населения с ограниченными возможностями по здоровью Я думаю, что она важна для всех, и для бабушек в первую очередь, конечно И поскольку это действительно свежая, хорошая рыба То я думаю, что и люди, которые состоятельные с удовольствием из-за этой цены купят и хорошего продукта поедят Соглашением установлена предельная цена на 7 видов рыбы и рыбопродукции Так, стоимость горбуши неразделанной со 2 ноября не должна превышать 110 рублей за килограмм Наваги 45 рублей, сельди 49 рублей за кило Ментай 75 рублей, камбала неразделанная 95 рублей, кальмартушка 130 рублей, рыбные консервы не превышают стоимость в 55 рублей Перечень может быть расширен сезонными видами рыб Очень хорошо пользуются спросом навага, вот неразделанная Покупатели берут, вот с самого утра поток бабушек идет Вот уже к вечеру люди с работы идут, покупают Также горбуша по социальной цене 110 рублей, также очень хорошо пользуются спросом Селедочка 49 рублей, селедка, пожалуйста Люди омега-3 получают, пользуются спросом Очень спасибо большое, что сделали такую социальную программу для нас Жалобу на действия приморских властей в федеральную антимонопольную службу направила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров ВАРП и Ассоциация добытчиков Ментая Они считают, что действия властей Приморского края по снижению цен на рыбу и рыбопродукцию противоречат интересам бизнеса Об этом Олег Кожемяка сообщил в совместном телевизионном проекте ГТРК «Владивосток» и общественного телевидения «Приморья» прямой разговор Не успели мы сделать это заявление уже ассоциация добытчиков Ментая Не ассоциация рыбохозяйственных, Мартынов, а там есть звери Уже на меня направил жалобу ФАС О том, что я нарушаю правила антимонопольные И заставляю снижать цену на рыбу после той критики, когда он сказал, что ассоциация должна этим заниматься Олег Кожемяков в среду 7 ноября отреагировал на обращение рыбохозяйственных организаций в Федеральную антимонопольную службу Глава региона заявил, что собирается обсудить эту проблему с руководителем главного антимонопольного ведомства страны Игорем Артемьевым И рассчитывает на взаимопонимание сторон Думаю, он поймет и поддержит ФАС должна заниматься вопросами картельных сговоров в случае повышения цены А никак не понижением цены Мы эту работу как продолжали, так и будем продолжать Не обращая внимания на попытки перевернуть с ног на голову политику, которая должна быть на Дальнем Востоке При этом Кожемяков подчеркнул, что инициатор обращения ФАС Руководитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, бизнесменов и экспортеров Герман Зверев Решил пожаловаться в ведомство только после критики в свой адрес Ассоциации должны заниматься тем, чтобы обеспечить население рыбой Создавать условия для экспорта А не сидеть в кабинетах и делать умный вид У Всероссийской ассоциации предпринимателей и экспортеров свои аргументы Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания – это, безусловно, плюс для потребителей Однако такое снижение должно осуществляться посредством развития конкуренции на отраслевых рынках А не путем установления плановых показателей в конкретном регионе У нас единая страна с единым экономическим пространством И региональные власти не должны выходить за рамки своих полномочий Устанавливая свои правила в отдельно взятом субъекте федерации Олег Кожемяка, знающий, насколько жизнь на Дальнем Востоке дороже и труднее, уверен Бизнес должен быть социально ориентированным и помогать землякам Конечно, не в ущерб себе Снижение цен на рыбу благодаря Олегу Кожемяка уже произошло на Сахалине Там запущена и действует программа «Доступная рыба» Она позволила снизить цены на рыбу для населения и повысить уровень потребления морепродуктов Теперь необходимо защитить от роста цен приморцев И, безусловно, я надеюсь, что на ваших прилавках будут такие созданные места Где население может подойти и увидеть эту рыбу с ценой и производителя, и с наценкой магазина Что для людей очень понятно, что себестоимость – это и себестоимость рыбацкая Все это понимают, все понимают трудности рыбаков Обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений президента России Владимира Путина Дома надо же готовить кушать, кормить детей, семью Поэтому покупаем обязательно Селедку покупаем, чтобы посолить, навашку, пожарить Так что это неотъемлемая часть нашей жизни рыбы По словам Олега Кожемяка, работа по снижению цен на рыбу в Приморском крае будет продолжена Потому что сегодня наценки на рыбу, заявил глава региона на встрече с жителями ЗАТО Фокина, просто сумасшедшие Рыба стала подешевле, так как мы живем в Приморском крае, а рыба, в принципе, была не очень-то доступна Сейчас появилась новая программа, и это очень даже замечательно Можно спокойно есть рыбу Сегодня только от действий УФАЗ зависит, будет ли у жителей Приморья и дальше дешевая рыба Ведь если в антимонопольной службе подтвердят, что в действиях администрации в Приморье есть признаки нарушения закона о защите конкуренции Будет возбуждено дело, а виновных должностных лиц привлекут к ответственности Олег Кожемяка уже не раз демонстрировал умение отстаивать свою позицию в целях защиты интересов населения Приморцы возлагают на него Большие надежды Светлана Садовая, Новости на Восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова